Приветствую вас, я, знаете, прочитал ответ на ваш вопрос. Пожалуй, хочется согласиться отчасти с каждым из них, потому что и во свете Романа Дмитриевича, и во свете Андрея есть верный истинный, есть доля правды, но тем не менее. Ваш вопрос касается того, как наладить общение с мужчиной. И давайте для начала определимся с вами так. Какова цель этого общения? Ну вот, представьте себе, если вы хотите пообщаться, например, с любым из экспертов. Вы пишете на ту тему, которая вас волнует. Вы хотите что-то получить от этого общения. Если вы общаетесь с человеком просто из интереса, вот он вам интересен как человек, то вы интересуетесь его интересами, его целями, его хобби, его увлечениями. Сопоставляете эти увлечения со своими и обсуждаете общие для вас интересные темы. То есть это такое партнерское личностное взаимодействие. И надо сказать, что с него имеет смысл начинать общение любое. Вне зависимости от того, чего он хочет. Потому что нужно хотя бы понять для себя, что человеку вообще говоря интересно. Что человеку нравится, что человека устраивает, что человек интересует, куда хочет двигаться, что для него важно и так далее. А что наоборот, не нравится. Вы это поймете в процессе постановки таких вопросов. Именно по переписке существует своя определенная специфика, а именно скорость ответов. по общему правилу, если нет других обстоятельств, ну то есть вы сейчас поймете о каких обстоятельствах идет речь, человек, если ему интересно, отвечает очень быстро. Исключение составляет те ситуации, когда нет стабильного интернета, да, то есть когда очень медленно доходят сообщения, и когда человек медленно набирает текст. Если вы знаете, что человек набирает текст быстро, если вы знаете, что интернет у него хороший, то, интересно или нет, можно определить по скорости прочтения ваших сообщений и ответа на них. Вот если сообщения долго висят от вас, и вы видите, что он в сети, ну, значит, ему, скорее всего, не интересно отвечать на них. Если вы видите, что парень быстро читает ваше сообщение, значит, скорее всего, ему интересно. Быстро читает и быстро отвечает. Если ваше общение познакомится с ним именно как с мужчиной, то здесь в первую очередь играем роль именно женского общения. То есть кокетство, то есть заигрывание, флирт и так далее. Я, конечно, не буду учить вас свирту, я не буду учить вас каким-то моментом, но если вы хотите привлечь мужчину именно как мужчину, то начните с того, что скажете ему комплименты. Начните с того, что будете восхищаться им, говорить, какой он умный, например, какой он красивый, какой он успешный и так далее. Предварительно узнав, чем он занимается и что он делает. И если вы увидите, что мужчина на вас реагирует хорошо, то есть если он отвечает на вашу реакцию, значит, это, собственно, означает, что он к вам имеет какие-то чувства. Ну, например, тоже симпатию. Если этого не происходит, значит, ну, понятно, мужчина не очень-то и стремится к тому, чтобы с вами быть. Поскольку мужчины любят глазами, то именно первоначальный аспект, первоначальная, так сказать, атмосфера, первоначальное впечатление складывается еще и от того, какие у вас фотографии. То есть, ну, это не должны быть, конечно, откровенные фотографии, безусловно, но фотографии, где вы хорошо выглядите, где вы прекрасно выглядите, может быть, самые удачные, по вашему мнению, фотографии, вам обязательно нужно выложить. Потому что любой мужчина, если вы пишете ему, если этот мужчина одинок, да, даже если не одинок, то он, ну, с вероятностью 99% посмотрит ваш профиль. И он поспудит смотреть ваши фотографии. И если вы ему понравитесь внешне, а мужчина, к сожалению, ну, особенно на начальных этапах, если у вас не было никакого, вот, соприкосновения интересов, мужчина, в первую очередь, обращает внимание на внешнюю сторону, ну, на внешний вид. И если он у вас хороший, если у вас не в порядке, то мужчина будет с вами общаться. Просто потому, что вы ему понравились. Просто потому, что он будет представлять себе, что вот такая красивая девушка, например, и с ним общается. Это ваш момент. И этот момент нельзя сбрасывать все счетов. Вот, в принципе, так, такую вам можно дать рекомендацию. Давайте еще раз попробуем подытожить. Начинать общение нужно с того, чтобы выяснить, что интересно, что нравится, что привлекает, увлекает пара мужчин. Когда чуть-чуть это будет вам известно, вы уже, в зависимости от того, чего вы хотите от мужчины, чего вы хотите от общения с ним, начинаете себя вести. Если он вас интересует как человек, общайтесь над темой, которая вас объединяет. Или старайтесь задавать ему те вопросы, которые, на тему, которая ему интересна. Если человек, чем он действительно интересует, он охотно вам будет на эту тему отвечать. Ему будет нравится, что вы интересуетесь тем, что привлекает. Привлекает его. Если вас интересует, значит, ну как, мужчина, то вам нужно с ним кокетничать, вам нужно с ним флистоваться, вам нужно с ним заигрывать. Чтобы мужчина видел, что вы ему понравились именно как мужчина. Чтобы у него появилось влечение к вам, интерес. Может быть, какая-то симпатия. Пусть и нажали чисто внешне. И здесь, именно здесь, справедливо, точно сказал Андрей. Переписка не несет в себе ничего прогрессивного для отношений в долгосрочной перспективе, к сожалению. Переписка подходит только для беседы, то есть для обсуждения каких-либо тем, то есть для общечеловеческого общения, о котором я говорил. И для обмена любовными, скажем, посланиями и так далее. Но все это только как дополнение к основному общению. Основное общение все-таки в реал. Основное общение все-таки с глазу на глаз. При условии, чтобы вы видели человека. И человек видел вас. Если этого воздремления нет, то и отношений не будет. Для вас это будет пустая трата времени. К сожалению. Вот так. Можно ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то непонятные моменты отдались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok